Волей свыше мы с вами сейчас живем в тяжелые для России времена. Нации деградируют. Место Бога в душах людей замещает культ золотого тельца. Военная мощь ухудшается страны. Люди, которые нас должны охранять и охранять закон, превратились в организованную преступную группировку. Фокусники и волшебники рисуют нам миражи и искажают реальность. Но силы зла, они не безграничны. Видимо, что-то пошло у них не так. Бог не оставил Россию, несмотря на все наши грехи. Морох и пелена, они рассеиваются. Мы видим в последнее время, что все больше людей начинает осознавать, что их все это время обманывают. Что пока рефлексивно, пока не понимая, не организованно, но их становится все больше и больше. И осознание к людям приходит. Узурпатор нам говорит, что альтернативы ему нету. Что нету оппозиции. Несколько договариваться, что лодку раскачивают наши враги. Скажите, зачем врагам раскачивать лодку, которая управляет подконтрольная им команда? Зачем эти люди держат свои капиталы в их банках и покупают их недвижимость? Зачем им резать курицу, которая несет золотые яйца? Смотрите, какая сейчас ситуация. Прошедшие выборы в Думу фальсифицированы. И Дума фактически нелегитимна. Исполнительные и судебные ветры власти вовлечены в преступный заговор, что дает все основания ставить вопрос об их легитимности. Пока никто не обсуждает легитимность действующего президента. Но грядут очередные выборы. И ситуация складывается так, все идет к тому, что Россия может оказаться при безвластии. Именно в это время, сейчас необходимо организоваться, сплотиться, создать организованную политическую силу, которая могла бы этому противостоять и взять эту власть. Наши потомки будут иметь все основания говорить о том, что мы с вами сейчас живем в смутные времена. В России, в нашей истории, уже были смутные времена. Вспомните 1612 год, когда простой народ организовался, поднялся и выгнал из Кремля наших врагов. Вспомните спустя 200 лет, 2012 год, героический год, когда мы прогнали захватчиков из Кремля, освободив Россию. Это были наши предки. В них, в нас еще и кровь. В нас сильна память предков. Мы чтим их веру. Прошло 200 лет. Сегодня 2012 год. И в России снова смутное время. Волки и шакалы грызут, разрывают нашу страну. Пытаются ее растащить. Борются, разрывают территорию и борются за власть над овцами, которыми они нас считают. Нам помочь некому. Если мы сами не поднимемся и не сплотимся, страну растащим. Мы должны организоваться. Мы должны противостоять этому. И не позволить местным нашим шакалам и иноземным волкам растащить нашу страну. Может быть, именно в этом наше с вами предназначение. Может быть, именно поэтому мы родились в это время. И мы здесь оказались сейчас в это время, в этом месте. Это наше предназначение. Возможно, таков промысел Бога, что мы сейчас с вами здесь. Мы должны понять, почувствовать этот призыв и стать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.